Доброго времени суток! В данном видеообзоре я расскажу вам о продукте компании ART USB Dual Pre. Давайте подробно рассмотрим органы коммутации и управления данным прибором. На фронтальной панели находятся два комбинированных разъема, позволяющих использовать как XLR, так и TRS соединения, а также каждый канал оснащен двумя светодиодными индикаторами, один из которых показывает наличие сигнала в линии, а другой наличие перегруза. На тыльной панели находятся небольшой отсек для подключения 9-вольтной батарейки, разъем для подключения внешнего блока питания, который идет в комплекте, разъем USB для подключения к компьютеру, кнопка включения и выключения устройства, два балансных TRS-разъема для подключения мониторов, кнопка включения фантомного питания и мини-TRS-разъем длиной 1,8 дюйма для подключения наушников. Также на панели присутствуют два регулятора. Первый регулятор под названием Mix является по сути кроссфейдером между сигналами, поступающими на предусилитель устройства и сигналами, поступающими с компьютера. При повороте в крайнее левое положение на мониторный выход и выход для наушников подается исключительно сигнал, приходящий с предусилителей. При повороте же вправо до упора подается сигнал, приходящий с компьютера. Таким образом вы можете достигнуть необходимого вам комфортного баланса между управляемыми сигналами. Второй регулятор, в свою очередь, является регулятором общего уровня сигнала, подаваемого на мониторный выход и выход для наушников. Данное устройство совмещает в себе свойства микрофонного либо инструментального предусилителя, а также USB-аудиоинтерфейса. Что примечательно, так это то, что устройство может получать питание как от внешнего блока питания, который идет в комплекте, так и по шине USB, а также посредством 9-вольтной батарейки, которая монтируется непосредственно в корпус устройства. Время работы от батарейки порядка 50 часов. При использовании фантомного питания время сокращается до 20 часов в зависимости от используемых микрофонов. Всего доброго! Смотрите наши видеообзоры на сайте popmusic.ru. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!